Дорогой Господь, я молюсь сейчас к Тебе во имя Иисуса Христа. И мне не важно, кто обо мне что думает, потому что когда я сдыхал, как собака на притоне, мне никто руку не протянул. Я молюсь сейчас, дорогой Господь, чтобы Ты, Святой Дух, сейчас говорил через меня и арестовал людей просто своей милостью, и помиловал их от ада, от зла. Меня зовут Артём, я из Донецка. Я употреблял наркотики, я употреблял алкоголь. Я всё видел в этой жизни, не видел смысла. Ни клубы, ни проститутки, ни наркотики, ни криминал, ни оружие, ни связи, ни братва. Ничего не приносило радости. Поэтому удивить меня чем-то сложно в этой жизни. Меня удивить только можно, когда человек чистый, искренний, на чёрное говорит чёрное, а на белое-белое. Меня можно удивить только тем, что ты говоришь, что ты друг, и в трудную минуту ты рядом. Все ценности этого мира, не основанные на Библии, это всё туфта. Это всё сказки. Когда приходят обстоятельства и трудности, ты реально понимаешь, что если бы не Господь, было бы просто сложно в этой жизни. Поэтому я свидетельствую всем русскоговорящим, что Бог — это не икона. Бог — это не свечка и не яйца крашеные. И не пасочки. Это языческое всё, это религия. Бог — это его заповеди, это любовь. Бог — это его милость. Поэтому я свидетельствую вам, что Бог, Он живой, как тень рядом с тобой. Просто Он сильно святой, чтобы ты его реально увидел. Ты лопнешь, как мыльный пузырь, от своих грехов, от своей грязи, от своей зависти, от своей алчности, от своей лжи, которой ты насквозь пропитан. Поэтому остановись прямо сейчас и послушай то, что я тебе скажу. Бог тебя прощает на Голгофском кресте каждый день. Иисус Христос пошёл на Голгофский крест. Спасти тебя лично, за тебя, грешника грязного, пошёл святой на крест. И вера основывается не на делах. Ты можешь быть хороший человек, но ты пойдёшь в ад. В глазах Бога ты грязный. Иисус умер за нас. И поэтому есть только одно спасение и жизнь вечная во Христе Иисусе. Я свидетельствую о Христе живом. Не о религии, не о деньгах, не о сексе. Я свидетельствую о Господе Спасителе Иисусе Христе, который прямо сейчас через меня обращается к вам и говорит. Потом не будет оправдания. Какой-то Артём стоял и кричал здесь и говорил, остановись, задумайся над своей жизнью, подумай, куда ты идёшь, чему ты поклоняешься, куда ты бежишь в этой жизни. Всё равно эти деньги не приносят тебе радости. Ты их как раб зарабатываешь, а потом тратишь на лекарства. Остановись, говорю, и подумай, в чём смысл твоей жизни. В жене, которая потом тебя предаёт. В друге, который тебя разменивает на деньги. Бог самый лучший друг. Поверь. В трудную минуту Он никогда не оставит. Как мать никогда не оставит. Поэтому моё свидетельство для тебя, дорогой друг. Иисус Христос, Он живой. Он не в иконе, не в свечке, не в брелке. Он Бог живой. Поэтому слушайся, Варшава, все русскоговорящие, все украинцы, кто говорит на украинском, на русском языке. Я тебе говорю, Христос живой. И Он ждёт тебя. Обратись к Нему в молитве. Скажи, Господи, я устал, куда я иду? Ради детей живу, ради денег, ради заработков здесь. Всё равно всё потратишь. Всё пропухаешь, всё проешь. Опять всё заново начинать. Нужно смысл жизни понять. И вкус его понять. Поэтому я свидетельствую, вкус жизни даёт Бог. И если в твоей жизни нет Бога, то хоть миллиард у тебя будет, ты в душе будешь несчастный. Ты не будешь спать, не будешь есть. Потому что тебе будет страшно. Остановись, мой друг, и покайся, скажи, Господь. Прости меня за мои грехи. Я суетился. Я поклоняюсь себе. Я уповаю на себя. Я уповаю на связи. Но я не уделяю времени тебе. Мой Бог, скажи, я каюсь перед тобой. И прошу, измени мою жизнь. Заполни эту пустоту, которую я пытаюсь заполнить. Деньгами, славой, женщинами, наркотиками, ночными клубами. Я всё это видел. Я видел это всё. Это пустота, это путь в никуда. Это ложь из ада. Правда, есть жизнь вечная. Правда, есть ад. Правда, есть рай. Есть рай, поверьте мне. Где Иисус ждёт нас всех, Спаситель. И я благословляю вас во имя Иисуса Христа. Я молюсь за ваши семьи. Я молюсь за ваши дома. Я призываю кровь Иисуса Христа. На косяки и перекладины входов и выходов, где вы находитесь. Кровь Иисуса Христа на ваши автомобили. Я призываю защиту Божью на ваши семьи. На ваши дома, на ваших детей. Если Бог не сохранит твоего ребёнка, ты его не сохранишь. Бог тебе даёт милость перейти в светофор, чтобы тебя не сбили. Мы всё время забываем. Я знаю миллион людей, которых сбили, они переходили в зелёный свет на светофоре. И их сбили на пешеходном переходе насмерть. Ты живёшь по милости Божьей, ещё раз говорю. Очнись, остановись и благодари Бога. Бога благодари за всё. Бог милостивый каждый день к нам. Мы дышим в кредит, воздух для нас в кредит. Мы не заслуживаем на это. Мы попираем Иисуса Христа каждый день. Мы не обращаемся к Нему. Нам нравятся бренды, шмотки, злотые террасы. И что? Нанюхаться в клубе, подёргаться. И утром шучмо вылазить оттуда. Что я это видел. Попробуй без наркотиков. Попробуй без сигарет. Попробуй без алкоголя. Слабо? Год, два, десять. Попробуй. Это Бог даёт свободу. Свободу даёт Бог. И я благословляю Бога сегодня. И мне не стыдно говорить. Потому что люди выбрасываются из-за Мадонны, из-за Майкла Джексона. Они их в глаза не видели. А мой Бог умер за меня на кресте. Кто за вас на кресте умер? Ты за меня пойдёшь на крест? Вы знаете, как пили Иисуса Христа плёткой? Посмотрите фильм «Страсти Христовы». Ему сломали рёбра. От него все отказались. Все, кто ему помогал, потом его распяли. Прошу тебя сейчас, пусть это слово остановит тебя в твоей суете, куда ты бежишь. Жизнь проходит. Жить нужно не в будущем, а здесь и сейчас. Всё, что с тобой происходит здесь и сейчас, это твоя жизнь. Зачем жить в будущем? Живи здесь и сейчас. Завтра может не наступить. Бог милует нас. Очнись. Возьми Библию, читай Новый Завет. Мне не стыдно это говорить. Бог живой. Я вас благословляю. По имя Иисуса Христа. Аминь.